привет друзья в этом видео познакомлю вас супер конем поскольку взял на нем три отметки расскажу вам что это за танчик итак начнем знакомиться с этим танком с брони что у нас по броне в принципе по броне у нас vld имеет толщину 154 миллиметра и экран 20 миллиметров сверху на нем что получается что приведенки у нас 258 если играть от рельефу то там и 300 может быть в принципе броня vld более менее норм крышка двигателя у нас спереди имеет наклон и толщина у нее 44 с половиной миллиметра это пробивается большими пушками по типу там 60 тп ливандовского он будет по правилу трех калибров пробивать черкачом но всякие пушки поменьше они уже не будут такое делать поэтому в принципе толщина более-менее а вот нлд у нас абсолютно картонно его лучше вообще никогда в жизни не подставлять танк у нас в основном играет от башни и лобовая броня у него в принципе более менее особенно в башне но в башне имеются уязвимые зоны вокруг маски и в между маской и экраном тут принципе плюс-минус 300 миллиметров местами даже меньше и голдой сюда в принципе можно пробивать если мы заряжаем сюда голду допустим то шансы пробить уже у нас 60 80 90 процентов это уже более-менее можно пробивать сама маска более-менее бронированная но если мы будем стрелять сбоку то она будет легко пробиваться поэтому маска танкует только если спереди в нее стрелять поэтому если вы стреляете по коню и он отвернул от вас башню то можно пробить в маску если он стоит ровно то голдой можно пробивать между маской и экраном желательно стрелять под башню там меньше всего брони также танк пробивается у нас еще в лючок но в основном пробивается если мы стреляем сверху сверху вниз этот танк пробивается легко в лючок но как только супер конь начинает играть от рельефов то пробить уже абсолютно некуда поскольку там приведенка становится такая рикошетная и брони побольше и уже не пробивается также броня в борту очень хорошая танковать бортом можно и нужно тут есть небольшая вознимая зона которая может пробиться но все равно в ней брони довольно таки много а вот что печально это то что крышка двигателя у нас 17 миллиметров и фугасы пробивают любые абсолютно арта очень сильно карает этот танк и это не очень и в корме у нас 38 миллиметров это пробивается тоже фугасами легко поэтому этот танк не любит фугасы особенно которые прилетают сзади лобовая броня хорошая танковать бортом тоже классно новые зимы и зоны присутствуют и так среди прокачиваемых танков 10 уровня тяжелых у супер коня планка на 3 отметки 4600 и это третье место выше только у кранвагена и увз 55 планка довольно таки высокая если сравнить с общей массой тяжелых танков прокачиваемых это танк вполне себе заслуживает такую высокую планку на фоне остальных по крайней мере мне так показалось что она дается очень легко то ли я сильно хорош для супер коня то ли оборудование которое я использовал было сверх удачным и подходящим под игру на этом танке но в общем все совпало максимально хорошо мой стиль игры под танк подходит идеально оборудование которое поставил на него тоже отлично зашло и танк в целом вполне себе сильный и так давайте разбираться с полевой модернизации что я прокачал на этом танке пока я брал 3 отметки я успел прокачать всю полевую модернизацию к слову вся полевая модернизация у нас с левой стороны выбрана а это у нас проходимость грунтов улучшена сохранение набранной скорости улучшение точности защита от оглушения увеличение скорости назад ну и в конце тоже защита от оглушения и защита экипажа от ранений получилась такая сборка на улучшение защиты от оглушения улучшение точности и скорость назад вместе с оборудованием который я использовал все это заиграла очень хорошо оборудование было следующее досылатель закалка турбина закалка у нас была обычная поставлена в слот турбина фиолетовая а досылатель розовый можно было бы еще досылатель поставить фиолетовый дпм был бы больше но мне в принципе хватило и розового я не ощущал что танк слабый мне вполне себе хватало за головой у нас никакого оборудования на улучшение точности стабилизации и даже в полевой модернизации мой выбор ухудшал стабилизацию при этом орудие по-прежнему оставалось довольно таки стабилизированным точным с быстрым сведением пушка очень хорошая ее в принципе улучшать не надо вообще разве что подкинуть досылателем дпм и до пайком принципе все пробитие ббшкой у нас 259 пробитие голдой под калибром 326 альфа 400 дпм базовый 2758 точность 033 и 2 секунды сведения это если смотреть на базовый параметр без ничего на мой взгляд танк очень хорош в плане того что на нем не нужно улучшать орудия базовые параметры орудия позволяют делать с танком все что угодно ставить фиолетовую турбину вообще не ошибка поскольку без фиолетовой турбины танк не едет вообще он реально очень медленный в нынешнем рандоме никуда не успеваешь скажу честно я на нем играл до введения оборудования 20 мне танк не нравился вообще от вообще просто максимально не любил этот танк прям реально проклянул точно также было из face one что тот что этот танк они очень медленно без турбины они мне не нравятся без турбины оба как только ставишь турбину фиолетовую и туда и сюда танк начинает ездить практически как крупная стэшка такая не сказать что прям быстро но вполне себе как тяж прям реально быстро это наверное одно из важнейших оборудований которые здесь нужно она реально делает танк такой как надо с такой подвижностью маневренностью и настолько быстрым задним ходом реально удобно и приятно играть можно быстро развернуться куда-то доехать успеть пострелять реализовать свой дпм и самое главное легко и удобно можно умаститься в позиции так чтобы бортиком потанковать или башней теперь о неприятных вещах которые в этом танке на мой взгляд являются минусами и ничего с ними не поделаешь это очень тонкая крыша корпуса крышка корпуса просто ужасная 17 там или сколько миллиметров это просто ужас арта очень часто пробивает в крышку двигателя этот танк поэтому лучше под арту даже не подставляться это просто какой-то ужас настолько тоненькой крышки корпуса вы не найдете наверно ни на одном тяже так еще и сзади тоже в брони вообще никакой нет абсолютно любой фугас пробивает этот танк в корму это просто какая-то жуть насколько бы он не был бронированный в борту во лбу но вот в корме это просто какой-то тихий ужас поэтому корму танка нужно беречь не подставлять и бояться танков которые стреляют фугасами поэтому у нас полевой модернизации все против фугасов против оглушения и арты также из минусов что мне не понравилось это лда под калибер и которые прикольно что пробивает препятствие но не прикольно что во первых пробитие 326 это вроде бы неплохо но вдаль особо то такими снарядами стрелять и неохота плюс точность у нас на орудии получается со всем моим оборудованием там что-то 029 но эти 029 снаряд летит по всему кругу куда попала но не в середину что попасть середину там надо 1 5 стрельнуть когда стреляешь вдаль это такое себе удовольствие да если нам достаточно просто попасть в круг то это хорошая пушка но если нам нужно попадать в середину прицела это ужасная пушка поскольку если круг нашего прицела больше уяземой зоны то вы будете стабильно через раз не попадать в эту зимую зону это конечно неприятно хотя казалось бы вроде бы пушка точная но дай хоть на миллиметр пространство куда можно не пробить и ты обязательно туда попадешь так то в целом орудия стабилизированная точная все с ним замечательно главное чтоб круг прицела был размером свою зиму зону если что-то не совпадает все капец но это уже мои какие-то личные придирки но такие орудия не всегда мне доставляют удовольствие иногда от них жопа пригорает в целом то пушка классная на этому танку подходит самый раз но бывают моменты когда она подводит это особенности подкалиберов и пушек где быстро летит снаряд также у супер коня очень сильно радует броня в борту танк не только способен танковать от башни но и бортом очень хорошо танкуют это меня сильно порадовало но не порадовало когда какие-нибудь дурацкие 28 вариант 4 вдоль борта пробивают с поджогом это конечно не очень весело ну а так в принципе в основном все танкуются очень легко но и нужно помнить про правила трех калибров если видно крышку двигателя то ее будут пробивать абсолютно все поскольку там просто нет брони вообще по типу 60 тп пушки и там такие же калибры большие у них уже достаточно калибра чтобы пробивать черкачом крышку корпуса спереди там она толще но она наклонена вперед поэтому такие танки с большим калибром нужно бояться если их и танковать то нужно танк чтобы ваш был либо выше либо корпус нужно приподнимать если враги будут выше вас они будут легко вас пробивать в крышку корпуса и вообще это танк легко пробивается в башню если враги находятся сверху поэтому лучше танк приподнимать иначе он вообще не будет танковать. Поскольку когда вы играете через рельеф или находитесь выше врага, то лючки на башне перестают пробиваться. Также в ближнем бою нужно на этом танке двигаться и не давать выцеливать область между маской и экранами, поскольку там брони не так уж много. Под маской в основании башни вообще легко пробивается, там самое тонкое место. Поэтому в клинче этот танк иногда пробивается крайне легко. Нужно об этом помнить и двигаться. В целом танчик мне очень сильно понравился, но только с турбиной. Без турбины этот танк вообще никакой. С фиолетовой турбиной танк заслуженно занимает третье место среди прокачиваемых тяжелых танков 10 уровня. Он вполне себе ок. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.